И штатив для камеры, и журналистов, и ограничительные блоки на Карла Маркса хитрый автолюбитель минует и просачивается в перекрытый участок. Пробку на Винбаума с самого утра вытерпит не каждый. В 8 часов утра коммунальный мост от Красноярского рабочего на онлайн-картах окрашен в бордовый цвет. Затор растянулся на 3 километра. Привычные 6 минут пути по мосту занимают теперь полчаса-час. При этом на дороге достаточно тихо и спокойно. На первый взгляд водители не реагируют на дорожный коллапс, но комментарии в сервисе Дубльгиз ярче выражают негодование красноярцев. Тем, кто сейчас гордо стоит на коммунальном, искренне сочувствую. Кто придумал так перекрыть, горите в аду. Терпеть! Деды ждали метро, и вы подождете. Вы прикалываетесь? Это будет продолжаться два года из-за мифического метро. Что будет в сентябре? В сентябре мы все здесь умрем. Пробка не единственная проблема утром в понедельник. Мало кто знает, как именно теперь нужно проезжать через центр. Так, например, с улицы Красная площадь автомобилисты съезжают на Карла Маркса, упираются в блоки и разворачиваются. Еще однодорожное нововведение, которое периодически создает аварийные ситуации, одностороннее движение на мира. При этом в некоторых местах знаки, информирующие об изменениях в движении, либо стоят в неприметных местах, либо вовсе отсутствуют. По словам красноярцев, сориентироваться не помогает даже навигатор. Что больше всего не нравится? То, что в сентябре будет очень плохо. Почему? Потому что студенты вернутся в город, школа начнут работать, поток на дорогу будет всегда сильнее. Пока есть такое принятие, пока в стадии принятия. Очень плохо, очень не нравится. Конечно, первый день сюда приехала. Приеду по навигатору, он изменил движение, но показал, что сюда можно по-прежнему. Не знал. Знал, что изменили движение. А как, что, вот это не знал. Поэтому пришлось. Там вот выехал, смотрю, встречные идут, встречные. Ни знаков там нету, что запрещающее, допустим, ничего. И поэтому пришлось. Смотрю, машины перегородили. Пришлось ехать туда, на набережную. Измененные привычные маршруты – полбеды. Красноярцев не устраивает и пропускная способность улицы. Поток машин усилился, а тайминги светофоров остались прежними. Именно поэтому с самого утра центр города плотно стоит. Все из-за перекрытий на улице Карла Маркса. Сейчас она непривычно тихая и спокойная. Здесь ходят пешеходы, периодически разворачиваются автомобилисты, которые ошиблись поворотом. Улицу перекрыли с ночь с 9 на 10 августа. Так закрытыми для водителей остались сразу несколько участков. Теперь автолюбители не смогут проехать в промежутках от Робеспьера до Декабристов, от диктатуры пролетариата до Кирова, между площадью революции и Центральным парком, а также от Вейнбаума до Сурикова. Последний участок у красноярцев вызывает больше всего вопросов. В Центре транспортной логистики, который курирует работы, говорят, понимают недовольство водителей и добавляют – нужно потерпеть все неудобства ради метро. По проекту на участке появится одна из станций под названием Карла Маркса. Мы получили положительное заключение государственной экспертизы на подготовку территории строительства этого участка. А на этом этапе подрядчику предстоит переустройство городских коммуникаций. Из зоны строительства предстоит вынести почти 28 километров инженерных сетей, а также реализовать мероприятия по обеспечению сохранности зданий плотно застроенного центра, демонтаж троллейбусной сети и многое другое. Кроме того, на Маркса нужно будет провести археологические спасательные работы. После завершения мероприятий по сохранению объекта культурного наследия на участке начнут строительство демонтажного котлована. Метро в Красноярске обещают построить в 2026 году, а значит терпеть ограничения горожанам придется два года. Екатерина Черных, Иван Глушенков, Новости ТВК.